Дуб «Как звонко поют птицы!» — воскликнул он. «Не слышу!» — ответил Грибок. «Моя шапка низко нахлобучена!» — и снова умолк. И в третий раз Дуб заговорил первый. «Как ярко светит солнце!» — сказал он радостно. «Не вижу!» — ответил Грибок. «Я в тени стою!» И на этом прервал разговор. Уж очень он гордился тем, что так быстро вырос. А между тем в лесу послышались голоса. Грибок забеспокоился и на этот раз первый заговорил с Дубом. «Чьи это доносицы издали голоса?» — спросил он. «Не слышу!» — ответил Дуб. «У меня в ветвях птицы поют!» Голоса все приближались, и в глубине леса показались какие-то цветные пятнышки. Гриб еще больше забеспокоился. «Кто это там показался вдалеке?» — обратился он к Дубу. «Не вижу против солнца!» — ответил Дуб. А цветные пятнышки все росли, голоса становились громче, и сейчас уже хорошо видно было, что сюда приближаются дети с корзинками. «Это же дети!» — закричал Грибок. «Самый маленький из них может меня вмиг вытянуть из земли!» «Не знаю!» — сказал Дуб. «У меня глубокие корни!» Тут подошли дети, вытащили из земли грибок, положили его в корзину и дальше пошли. А Дуб как стоял, так и стоит, он могучими корнями тянет соки из земли. Птицы поют в его ветвях, и солнце обдает его ясным и жарким светом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok